МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в выпуске. Насущные проблемы. Михаил Игнатьев провел прием граждан по личным вопросам. Вместе за безопасность. Сотрудники дорожно-патрульной службы напомнили правила движения отдыхающим в лагере «Волна». Живые уроки. Столичные администрации рассказали о том, как проходит проект в Чувашии. Сегодня Михаил Игнатьев провел прием граждан по личным вопросам обратиться с проблемами, которые требуют оперативного решения напрямую. Главе республики смогли пять человек. Подробности в следующем материале. В республике началась апробация новой системы приема граждан. Задать волнующие вопросы чиновникам теперь возможно и на специальном портале. Славой региона по видеосвязи пообщался и Сергей Сдюмаев. Три раза в неделю ему приходится приезжать из Алатыря в Чебоксарский центр гемодиализа. Проезд до столицы обходится в копеечку. Михаил Игнатьев отметил, что компенсировать расходы для больных с почечной недостаточностью будет республиканский бюджет. Мы как раз на эти цели в бюджете Чувашской республики заложили 15 миллионов 227 тысяч рублей. Это по тем расчетам, которые на самом деле есть у нас, по расчетам муниципальных образований, по категории инвалидов первой группы. И вот сейчас бюджет рассмотрит Государственный совет. Это буквально в начале августа я его как глава республики подписываю. Анна Юркова на прием главе приехала из Мариинско-Посадского района. Жители села Кушниково уже не первый год просят отремонтировать 5-километровый участок дороги. После дождей по ней с трудом передвигаются даже внедорожники. Ее размывает все, и сверху вода, и снизу, и ни машины, ни транспорт, автобусы они проехать не могут. А у нас там очень живут люди уже пожилого возраста. Ни в больницу попасть, ни в магазин съездить, потому что магазинов у нас там нет. Конечно, надо дорогу сделать. Вкладывая почти 40 миллионов рублей в эту дорогу, мы должны поднять на экономику. Работники одного из чебоксарских детских садов обратились к Михаилу Игнатьеву с просьбой отремонтировать бассейн. Мы беремся за эту работу, и, конечно, надо восстановить и сделать, чтобы бассейн работал. Сейчас, мол, в детских садах бассейне есть, вода там хорошая, фильтры стоят, качество воды соответствует всем тем самым требованиям. И дети рады, и родители рады. А у многодетной семьи Матвеевых в этом году решится квартирный вопрос. В 2008 году у нас дом сгорел, нам дали временную квартиру в полуфлобальном помещении. Ждем мы с 2008 года там. Мы на очереди стоим уже третья, уже три года мы стоим третья, как многодетная. Это в городе, в Ленинском районе? В Ленинском районе мы стоим. Глава республики отметил, что новоселье Матвеевы сыграют уже до конца августа. Им вручат ключи от новой трехкомнатной квартиры. Медриковалев и Расиль Мухаммедов, Республика. У вас хорошие будущие. Параметры республиканского бюджета на 2016 год должны измениться в сторону увеличения. Такое решение принял кабинет министров в Чувашии на очередном заседании. Какие статьи усилят, за счет чего удалось пополнить казну, узнали мои коллеги. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, главная задача сохранения устойчивости бюджета. Большую роль играет эффективное сотрудничество с центром и привлечение дополнительных средств из федерального бюджета. По состоянию на сегодняшний день нашей республике привлекла дополнительно 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Общая сумма безвозмездных средств из федерального бюджета составила почти 16 миллиардов рублей. Точнее, если сказать, это 15 миллиардов 998 миллионов рублей. Могу сказать смело, это наша серьезная победа, потому что вы знаете, что в целом на 10% уменьшены федеральные инвестиции по всем направлениям, по всем главным распределительным федеральным средствам. Что касается второго в этом году, уточнение бюджета, за счет всех источников доходная часть увеличивается на 4 с лишним миллиарда рублей. Следом за ней вырастут и расходы. Из них на развитие реального сектора экономики 1 миллиард 956 миллионов рублей, это 47% если общего объема расходов бюджета взять. Из них на сельское хозяйство будет направлено 78 миллионов рублей, на дорожную деятельность 1,2 миллиарда рублей, малые бизнесы 268 миллионов, жилищное хозяйство 245 миллионов, коммунальное хозяйство 148. Также предусматриваете дополнительные ресурсы Чуваши Автотранс в сумме 25 миллионов рублей и всего по данному предприятию расходы составят 105 миллионов 137% к уровню прошлого года. Увеличиваются и инвестиционные расходы, они составят 5,7 миллиарда рублей, это 12 с лишним процентов к уровню прошлого года. На распорение правительства представили государственный доклад о состоянии здоровья населения Чуваши. Напомним, он принимается ежегодно и служит основой для определения приоритетов в системе здравоохранения. Госдоклад состоит из восьми разделов, которые включают анализ основных демографических показателей Чувашской республики, основные показатели заболеваемости населения, здоровья женщин и детей, ресурсное кадровое обеспечение отрасли здравоохранения и другие. На сегодняшний день увеличение средней продолжительности жизни – это главный приоритет в республике. За прошлый год существенно увеличилась ожидаемая продолжительность жизни на 0,73 года. На сегодняшний день в республике проживает 93 гражданина, которые отметили уже вековой юбилей. Главным итогом минувшего года стало сохранение демографического прироста населения республики, который регистрируется уже четвертый год подряд. Смертность населения снизилась в абсолютном выражении на 293 человека. И по этому показателю мы находимся в первой тройке среди Приволжского федерального округа. Кроме того, приоритетными направлениями деятельности здравоохранения Чуваши в 2016 году определены совершенствование первичной медико-санитарной помощи, обеспечение лекарственной доступности и укрепление кадрового потенциала отрасли. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика. Хотя мы много сделали. Итоги работы за первое полугодие подвели в Урмарском районе. Накануне глава республики провел расширенное совещание с активом муниципалитета. На что необходимо сделать ставку местным властям, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Посещая муниципалитеты, глава республики инспектирует и ход уборочных работ. На полях хозяйства Владимира Иванова уже собирают урожай зерновых. В амбары планируют заложить более тысячи тонн. Таких запасов хватит до следующего лета. Вообще, на урожай этого года аграрии и чуваши дают неплохие прогнозы. Качество пшеницы лучше, чем в прошлом году. Понятно, есть отдельные вопросы у нашей сельхозтоваропроизводителя. Это чисто рабочие вопросы. По оказанию государственной поддержки мы своевременно обеспечиваем финансирование. Никаких здесь больших проблем нет. Касаясь цен на зерно, они благоприятные, справедливые в этом году. Они перекрывают, во-первых, полностью издержки производства или себестоимость одного килограмма зерна. Цены хорошие сложились. В этом году первый раз мы посеяли подсолнух на масло. Вот посмотрим на урожай, как получится. После завершения уборочных работ в хозяйстве планируют нарастить поголовье дойного стада и возвести новые комплексы для содержания коров. Вообще, на развитие агроотрасли в Урмарах делают ставку. За последние годы в районе увеличилось количество фермеров. В муниципалитете активно вводят в оборот неосвоенные земли. В текущем году запланировано ввести в себе в оборот 1300 гектаров заброшенных земель. Мероприятия по освоению земель начаты и уже введены в себе в оборот 477 гектаров. Приоритеты для местных властей расставил глава региона. Михаил Игнатьев отметил, что район должен стать привлекательным для инвесторов. Сейчас необходимо активно заниматься развитием малого и среднего бизнеса. В муниципалитете продолжают ремонтировать жилые дома и дороги. Следующий этап – реконструкция старых мостов. Сегодня проинвентаризировали все мосты, которые есть на территории республики. Конечно, там десятилетиями не ремонтировали. Сегодня они в таком плачевном состоянии. И программа данная у нас запускается. Мы с федеральным бюджетом сейчас получаем. На рабочей встрече с руководителями района Михаил Игнатьев обсудил подготовку к новому учебному году. Ремонт школы идет по графику. В Урмарах завершается и программа переселения граждан из аварийного жилья. О ликвидации ветхого жилищного фонда главе республики отчитались и руководители цивильского района. Все, кто проживал в бараках, уже сыграли новоселье. Медрик Ковалев, Расиль Мухаметов. Республика. Сегодня Центральная избирательная комиссия Чувашия зарегистрировала кандидатов в депутаты Государственного совета республики от Российской объединенной демократической партии «Яблоко». В общереспубликанской части единого избирательного округа два кандидата – Владислав Аркадьев и Антон Сопрыкин. ЦИК Чувашия зарегистрировала и кандидатов по 22 одномандатным округам. Случаи, когда дети выпадают из окон, расследуются особенно тщательно. В этом году в Чувашии по этой причине погиб один ребенок. А всего таких фактов уже 14. Последнее происшествие зафиксировано в Чебоксарах в минувшие выходные. К счастью, малыш остался жив. Схожие ситуации нередки и в других регионах России. Для усиления мер безопасности с 1 сентября изменят ГОСТ на конструкцию пластиковых окон. О нововведениях сообщает российская газета со ссылкой на руководителя отдела ИСУ СКР по Костромской области. Отныне производителям запретят продавать пластиковые окна без специальных запорных механизмов, которые препятствуют распашному открыванию створок. Именно такие окна должны быть установлены не только в жилых домах, но и в детских садах и школах. Разумеется, это относится к тем окнам, которые будут устанавливаться после вступления ГОСТа в силу. Массово заменять уже имеющиеся конструкции не придется, пояснили в управлении образования города Чебоксары. Окна с запорными устройствами будут появляться в детских учреждениях постоянно по истечении срока службы старых. Стоит отметить, даже эти меры безопасности не обеспечивают стопроцентную защиту. Ответственность во многом лежит на взрослых. Чтобы избежать беды, достаточно следовать простому правилу – не оставлять детей без присмотра. До начала учебного года, чуть больше месяца, скоро школьники будут возвращаться из деревенья лагерей в города. О том, как вести себя рядом с проезжей частью и переходить дорогу, сегодня напомнили детям в лагере «Волна». Причем не в формате скучных лекций. Подробнее в репортаже. Сначала посмотрите налево, потом направо. Дорогу переходите только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Эти простые истины знает каждый ребенок, а не то, что взрослый. Тем не менее, только за 6 месяцев этого года 79 ДТП произошло именно из-за нарушений пешеходами правил дорожного движения. Сегодня ПДД напомнили отдыхающим в лагере «Волна». Минимум теории, больше практики и личного опыта. Выезжая на велосипеде, неплохо было бы иметь хотя бы какой-то шлем. Вся шлема продаются в магазинах. То есть это шлем и наколенники. По себе могу сказать, я падал с мотоцикла, с велосипеда в множество раз. И сложнее всего заживают коленки и локти. Сегодняшняя акция «Месяц за безопасность» проводится совместно с Общественным советом МВД России по городу Чебоксары и Ассоциацией мотоциклистов Чувашской Республики. Это не разовое мероприятие. На протяжении летнего периода выезжаем в детский оздоровительный лагеря, основной целью которой является доведение до детей основы безопасного поведения на дорогах. Куда веселее вспоминать, по какой стороне дороги должен двигаться велосипедист и другие правила, если это соревнования с призами. Вот что мне понравилась игра. Молодежный совет задал нам вопросы касательно города Чебоксары и других городов. Мы отвечали на них, это было весело. Особенно мне понравились призы, которые нам дали за первое место. Это была упаковка круассанов и бутылка колы. А для организаторов акции главным призом были бы сводки ГИБДД, где не фигурируют несовершеннолетние. Ну а теперь о тех, кто правила дорожного движения проигнорировал. В ГИБДД подвели итоги за 6 месяцев этого года. 624 ДТП, 76 погибших, 806 раненых. Это только за 6 месяцев 2016-го. В 10-й части всех аварий виноваты нетрезвые водители. С участием нетрезвых, оказавшихся и медосвидетельствами, по итогам 6 месяцев сократилось на 31,5. Показатель вы видите. В результате таких происшествий погибло 17 человек. ДТП допустили с участием водителей, которые нетрезвые стояния, и территории Козловского района до 3, Маргаушку до 5 и Чебоксакского района до 6. Из хороших новостей по сравнению с прошлым годом аварийность все-таки снизилась на 13%. Количество ДТП с участием детей до 16 лет тоже сократилось более чем на 11%. Визуализация образовательных программ – один из главных мировых трендов в подростковом туризме. Республика Хакасия, Свердловская область и Чувашия стали лидерами в реализации такой программы в России. О том, как проходят живые уроки, рассказали в столичном управлении образования. По родному краю с рюкзаком шагаю чебоксарские школьники постигают тонкости туристических походов. Изучать не по учебникам, а вживую – вот главная мысль федерального проекта «Живые уроки». В июне более трех тысяч чебоксарских школьников прошли по родному городу пешими экскурсиями. А с июля к юным туристам присоединились и воспитанники детских садов. Еще одно не менее популярное направление живых уроков – автобусные экскурсии. А лето в парке просто покорило юных жителей города Чебоксары. На каждые выходные июля, августа и сентября в Лакреевском лесу запланированы праздничные марафоны. Шоу мыльных пузырей, мастер-классы по танцам, йоги и выступления лучших творческих коллективов. Все это ждет гостей парка. Положительные эмоции, вовлечение в исследовательскую деятельность и интерес к истории родного края – таков итог живых уроков. Эти наработки, которые сделаны в городе Чебоксары, мы готовы предложить для всех районов и муниципалитетов Чуварской республики. И хотим пригласить их, начиная с 22 августа и на протяжении всей первой четверти будущего учебного года, посетить город Чебоксары. И мы готовы на сегодня предоставить пять образовательных маршрутов. Это Чебоксары – город Слава Трудовой, Чебоксары – экологический город, уроженцы, герои Чуварской республики и ряд других еще маршрутов. На сегодняшний момент разработана логистика в администрации города для того, чтобы школьники из районов Чуварской республики могли посетить и обзорно посмотреть город Чебоксары. Интересно, что экскурсии платные, но школьникам не нужно платить из собственных карманов. Минобразование Чувашии определило гранты каждому муниципалитету, в рамках которых они могут поучаствовать в программе. Кстати, не только жители Чувашии могут приезжать в Чебоксары на экскурсии, но и наоборот. Столичных школьников планируется отправлять в музеи и исторические места в районы Чувашии. Уже в первой четверти будущего учебного года чебоксарские туристы смогут посетить Шоршелы, Ядрин и Марпасад. Живые уроки не ограничатся территорией нашей республики. Выйти за рамки Чувашии – такой план ставит перед собой администрация столицы. Ближайший курс взят на Марийскую республику и Татарстан. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди полезная информация. С вами прощаюсь. До завтра. До свидания. Удивительно, но факт. Звание мастера-кондитера не присваивалось в Чувашии 21 год. И лишь недавно Ассоциация кулинаров республики получила такое право. Одна из немногих в России. Первые претенденты – мастерицы из кондитерской планеты, уже добившиеся признания как на родине, так и за ее пределами. Германия, Лексенбург, Греция, Казахстан, Азербайджан, то есть и другие страны признаны в сфере общественного питания и кондитерского производства. А самое лучшее производство именно здесь. Золотые медали без споров жюри присуждает за такую филигранную работу. И кружевная салфетка, и катушки, и иголки, и даже нитки. Все выполнено вручную из белкового крема и мастики. Как и эти чувашские красавицы, от которых просто невозможно оторвать глаз. На днях в продажу поступят и съедобные цветочные горшки. Замечательный подарок любому празднику. Их тоже придумали в кондитерской планете. Я люблю свою профессию. Мне здесь все нравится. Мне нравится она еще в том плане, что она все-таки творческая. Ты работаешь немножечко как художник, да, и как дизайнер. Все в совокупности. Мне это очень нравится. Деревенский мотив называется. Она мне очень близка. Потому что я выросла, родилась в деревне. И как бы ностальгия по деревне. Чаепитие вечернее с ушками, с конфетами. Вся картина состоит из натуральных ингредиентов. То есть их можно кушать. Маргарита и еще три кулинарки получают сегодня звание мастер-кондитер Чувашской республики. В профессиональном сообществе эти награды ценятся очень высоко. Они свидетельствуют о том, что их обладатели не просто умеют, но и любят трудиться. Особенно приятно получить признание в год человека труда. Мы считаем, что кондитер – это действительно рабочая профессия. Такая же важная, как профессия, например, строителя, фермера. Если я раньше считала, что кондитер – это просто художник, сегодня кондитер – это, кроме того, еще и дизайнер, это скульптор, это еще и лепщик. И очень многогранная, многоемкая профессия. Очень интересная причем. Награды вечно приятны. А покупателям будет приятно узнать, что большинство выставочных и конкурсных образцов можно заказать в кондитерской планете. Не сомневайтесь, они не только украсят любой праздник, но и будут отменного качества. Редактор субтитров А.Семкин